Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сестры, все любящие чтения Слова Божия. Мы продолжаем с вами исследование послания апостола Павла Колосиным на библейском интернет-портале экзегет.ру. И сегодня мы с вами рассмотрим вторую главу. Желаю, чтобы вы знали, какой подвиг имею я ради вас и ради тех, которые в Ладыкии и Иерополе, и ради всех, кто не видел лица моего в плоти, «Дабы утешились сердца их, соединенные в любви, для всякого богатства, совершенного разумения, для познания тайны Бога и Отца и Христа». Такими словами начинает апостол Павел вторую главу, обращаясь к Колосской церкви, что желает соединения любви для всякого богатства, совершенного разумения и для познания тайны Божьей. Святой Максим Исповедник в главах любви пишет об этом следующее. «Сокровище сердца, по словам апостола, Иисус Христос в сердца наши вселяется верою, а в нем сокрыты все сокровища премудрости и ведения. Но сокровище премудрости и ведения находятся в сердцах наших, но они открываются сердцу по мере очищения его каждым исполнением заповедей». Очень важное здесь дает объяснение святой Максим Исповедник. Мы часто думаем о том, что вот мы крещены, но ничего как-то в нашей жизни этого освящения, о котором мы слышали, что и Христос селился в сердца наши, что и Дух Святой сошел на нас при крещении, но в жизни как-то ничего не происходит. Почему? — дает ответ преподобный святой Максим Исповедник. Он пишет так. «Открывается сердце по мере очищения его каждым исполнением заповедей». Конец стат. И далее третий стих, в котором открыты все сокровища премудрости и ведения. «Это говорю я для того, чтобы кто-нибудь не прельстил вас вкратчивыми словами». Вот здесь уже апостол Павел начинает говорить о опасности прельщения, что некоторые, они, наверное, как и сегодня современные люди говорили, «Ну вот вы крестились, а в жизни ничего не происходит, наверное, надо что-то менять, а как менять?» Ну, пойдем обратимся к мудрости человеческой. Может, нам помогут какие-нибудь консультанты там и прочие инженеры душ человеческих. Но, на самом деле, мы видели, как святой Максим Исповедник сказал о том, что все это понимается и постигается лишь тогда, когда очищается сердце. Об этом, в общем-то, говорил и сам Спаситель в Нагорной проповеди. «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». «Ибо хотя я отсутствую, пишет апостол Павел, да, вкратчивыми словами, вот это очень важные слова, видите, не прельстил вас вкратчивыми, словами. Одно дело, когда человек отвращают от Христа и говорят, ну-ка, давай крест сними или прочее, здесь человек видит, что на него явно идет агрессия, и он может этому противиться вплоть до такого вот, что не давая насилию над собой. А вот вкратчивые слова, они самые опасные. То есть, когда человек вроде под благовидным предлогом, да, предлагается какая-то альтернатива вместо Христа Крестова, да, ну, эта альтернатива, она известна. Мы с вами помним слова, которые будут предложены Антихристом. Они часто цитируются, что «Христос вам принес спасение, а я дам вам благополучие». И вот это вот состояние, да, зачем страдать, зачем какие-то скорби, о комфортном христианстве. Оно очень распространено, это не новое, ничего нет нового под солнцем. На самом деле это такой налет в церковное сознание, имею в виду в церковное сознание людей, находящихся в православной церкви, из разных неопятидесятнических влияний. Именно там, там есть даже целая такая теология, она так называется, теология комфорта, да, теология комфорта. Поэтому будем внимательны, как и здесь пишет апостол Павел, вкратчивыми словами, зачем? «Ибо хотя я отсутствую телом, но духом нахожусь с вами». Здесь апостол Павел как бы их отрезвляет и говорит о том, что, ну, как сказано, одних и страхом спасайте, может быть, в некой мере так переходит к более строгому выражению своей речи, «радуясь и видя ваше благоустройство и твердость вашей веры во Христе». Здесь он их уже так и хвалит о том, что все-таки вера в них есть. «Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господом, так и ходите в нем». То есть он снова-снова говорит о том, что ничего какого-то постороннего искать не нужно. То, что вы приняли, в том и утверждаетесь. Вот это тоже очень важная мысль. Мы часто думаем, что богословие, некоторые думают, что богословие — это какая-то наука творческая. И здесь может делать все, кому что-то как захочется. Нет. На самом деле церкви дана вся полнота истины в день Пятидесятницы. И поэтому все соборы, которые были в церкви, они определяли лишь то, во что церковь не верит, или как церковь не верит, и утверждали, формулируя догматы, те, которые были во всей полноте, снова повторю, приняты в день Пятидесятницы. Поэтому нового ничего, да какое придумывать. Тут то, что дано в церкви, то богословие, которое есть в церкви, те каноны, оры, соопределения вселенских соборов, они даются нам для чего? Для освоения и утверждения в них. Я думаю, что кто соприкасался с этой наукой богословия, он понимает, о чем идет речь. И надо здесь сказать, что, наверное, жизни не хватит, чтобы освоить, я имею в виду не основные, а все творения отцов и прочее, все, что в церкви есть, то, что мы называем богодохновенным писанием, то, что и называется преданием церкви. Так пишет апостол Павел, «Посему, как и вы приняли Христа Господом, Христа Иисуса Господом, так и ходите в нем». «Будучи укоренены и утверждены в нем, и укреплены». Видите, употребляет три слова. «Укоренены», то есть корень, когда есть, всегда дерево стоит прочно. «Утверждены», то есть мало иметь корень, необходимо еще его как бы углублять в нем. «И укреплены». Да, вот он говорит, укреплены в вере, как вы научены, преуспевая в ней с благодарением. «Смотрите, братья, чтобы кто не увлек». Видите, опять возвращается к этой теме, утверждает и опять. Сначала говорит, вкратчивыми речами, вкратчивыми словами. А теперь восьмом стихе пишет. «Смотрите, братья, чтобы не увлек вас, кто философию или пустым обольщением, по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу». Впрочем, не саму философию, как служанку богословия, как выражался святой Иустин Мученик, отвергает здесь апостол Павел, но та, которая уводит человека пустым обольщением, как он говорит, по преданию человеческому. Предание человеческое отвергает Спаситель. Он говорит, как вы держите предание человеческое, отвергая заповедь Божию. Об этом сказано в Евангелии от Марка, 7 глава, 9 стих. Вы держитесь предание человеческое, отвергая заповедь Божию. Поэтому всегда будем наблюдать, если какое-нибудь это предание и вкратчивые слова отвращают нас от исполнения заповеди Божией, отвращают нас от проповеди Евангелия, это тоже заповедь Божия, порученная всем церкви, то будем понимать о том, что об этом апостол Павел уже предупреждал. «Ибо в нем обитает вся полнота Божества телесно». Этот текст созвучен тому, который апостол Павел сказал ранее, в первой главе. «Он есть прежде всего и все им, ибо он глава церкви». Да, и далее апостол Павел продолжает. «Ибо в нем обитала вся полнота Божества телесно, и вы имеете полноту в нем, которой есть глава всякого начальства и власти». Видим, опять апостол Павел утверждает эту мысль, опять же, что было сказано и в первой главе, что Христос есть глава, а церковь и у тела. «В нем вы обрезаны обрезаны нерукотворно». Вот смотрите, сначала апостол Павел свою речь отнес к язычникам. Они увлекались всякой философией, они увлекались поклонением, различным обольщением, как он их называет, преданиями всякими человеческими. А теперь здесь он говорит и обращается уже теперь к аудеям. А какое предание человеческого было у философов? Ну, там была философия Аристотеля, например, которая учила о том, что материя вечна. А раз материя вечна, значит, надо было исповедовать Бога Творца и вечную материю, да, с Ним всегда состоящую, да, неразлучно и нераздельно. Так, получается, апостол Павел отсекает эту мысль. Далее там был фалес такой, учил, что все произошло из воды, и вода самопроизвольно произвела жизнь, да. И апостол Павел опять говорит, что это опасно, эта теория, эта философия предания человеческая. Он говорит это язычникам, которые раньше в это верили. Заметим, что эволюционисты, между прочим, эту идею отсюда именно ковырнули. Да, все из воды, мельчайший организм, вода произвела начало всей жизни у философа Фалеса. И другие были философы, которые там Платон говорил о злом, и добром боге Демиурге, который, да, бог как бы такой отожестлялся в дальнейшем геретиком Баркеоном, который говорил, что вот этот Демиург это как раз бог Ветхого Завета, Яхва, злой такой бог, и отвергал Ветхий Завет. А теперь апостол Павел переходит уже к тем неофитам, которые были в Каосской церкви, но еще проходили путь, ну, этот, в общем-то, путь всей жизни. Он просто у некоторых на начальном пути. И поэтому он говорит о том, что в нем вы и обрезаны, теперь обращаясь к иудеям, которые были недавно обращены из иудаизма ветхозаветного обрезанием нерукотворным с совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым. То есть мы помним, что везде иудеи наставили на том, что и христиане должны, войдя в Церковь Божьей, тоже поступать по закону Моисееву и соблюдать тот самый завет, который дан был Аврааму, о котором описывается в книге «Бытие» в 17-й главе. Апостол говорит, все, это теперь не имеет никакой силы, теперь новый завет в крови Христовой, о чем он и скажет и говорит в послании к Коринфянам. Можете, мы уже об этом говорили, можно просто обратиться. Это 11-я глава, послание после Павла к Коринфянам, где он говорит, как Христос преподал Евхаристию и сказал «Примите, идите сей с тела мое». 11-й глава, 24-й стих. «За вас, славим Моисея, творите в моем воспоминании». Также чашу после вечера и сказал «Все от чаши есть новый завет в моей крови». То есть был завет о невкушении, помним, в Эдемском саду, о всякого древа, кроме древа познания добра и зла. Следующий был завет какой? Ной. Когда он вышел с Ковчега, Господь дал ему радугу. Следующий завет обрезаний. Следующий завет Синайский, Синайское законодательство. Потом оно обновлялось несколько раз, когда народ израильский отступал от Бога. И теперь новый завет. Он уже не в обрезании, он уже не в радуге, он уже и не в Синайском законодательстве, и не в Торе, и не в 613 Мецвод, который нужно исполнять. А где? В крови Христовой. Теперь только через покаяние мы входим в соединение в Святом Причастии, в новый завет. Новый завет — это не 27 книг, которые уходят в канун. Новый завет — он в крови Христовой. И как соединиться и присоединиться с этим заветом? Как в него войти? Сам Спаситель говорит, кто не родится от воды и духа, тот не войдет в Царствие Божие. Это он говорит в беседе с Никодимом, в Евангелии Таана, в третьей главе. А теперь после этого рождения необходимо войти уже со Христом в непосредственное соприкосновение, скажем так, а лучше дать возможность Христу войти в себя через покаяние, соединившись с Ним. Как апостол пишет в другом месте, что мы имеем доступ ко Христу. Какой доступ к Новому завету? Через вкушение тела и крови Его Святой Евхаристии. Здесь происходит и одновременно благодарение Богу, потому что Евхаристо так и переводится с греческого, как благодарение. Поэтому, отходя от святого причастия, мы этим самым благодарим Бога за то, что Он нас ввел в этот момент и сейчас обновил нас в оставлении грехов и в жизнь вечную. Быв погребен с Ним, напоминает все эти события, с Ним крещение, напоминает ему крещение, в нем вы воскресли верою в силу Бога, который воскресил его из мертвых. Поэтому образ крещения это действительно образ погребения. И когда человек погружается в воду, это все равно, что это таинство, что человек умирает для этого мира и воскресает для другого мира, жизни со Христом и во Христе, как здесь на земле, так и в жизни будущего века. Удивительно, это же рождение, это удивительное таинство, которое Бог дает нам, чтобы мы могли быть наследниками, как Он об этом писал в первой главе Царствия Божия. «И вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с ними, простив нам все грехи, истребив учением бывшее на срокописание, которое было против нас, и Он взял его от среды и пригвоздил ко кресту». Все грехи, которые были ранее, да, крещением Христовым, они смываются, и человек рождается снова. Об этом и пишет апостол Павел. Отняв, далее пишет, силы у начальств, у властей, властно подверг их позору, восторжевав над ними собой. Есть у меня цитата, да, крест сил распятого. Это цитата святителя Кирилла Иерусалимского. Он пишет так. «Итак, да не стедимся исповедовать распятого, с дерзновением, да изображаем рукою знамени креста на челе, на всем, на хлебе, который вкушаем, на чашах, из которых пьем, да изображаем его при входах, при выходах, когда ложимся спать и встаем, когда находимся в пути и встаем. Он есть великое предохранение, данное бедным в дар и слабым без труда, ибо это благодать Божия, знамение для верных и страх для злых духов, потому что посредством креста Он подверг их позору, восторжествовав над ними собой. Когда увидят они крест, то с позором, да, отшатнутся и вспомнят распятого на нем. Конец цитаты. Среди Кирилл, Иерусалимские огласительные слова, да, готовящиеся к крещению. Итак, видим, что действительно так и говорит он об этом. Отняв силу начальств властей и властно подверг их позору, восторжествовав над ними собой. Итак, никто да не осуждает вас за пищу или питье, теперь снова обращается к иудеям, потому что у них был закон Кашрута, который подробно расписан в 11 главе книги Левит, или питье, или какой-нибудь праздник, или новомесяч, или субботу. Мы знаем, что ветхозаветные иудеи соблюдали субботний день. Это тень будущего, а тело во Христе. То есть он, апостол Павел, говорит о том, что все ветхозаветные предписания, они были как бы некая тень будущего, где будет действительно праздник со Христом и радость во Христе, где будет, не будет уже этих всех соблюдений, не будет этого шаббата, который соблюдали евреи 24 часа, там даже не 24 часа, от захода солнца вечером в пятницу и до захода солнца в субботу, там будет вечный шаббат, то есть вечный покой. Вот о чем говорит Спаситель. Спаситель так и призывает, придите ко мне все труждающие, все обремененные, и я успокою вас, и найдете покой душам вашим. И вот эти слова очень важны, последние. Найдете покой душам вашим. То есть найдете шаббат душам вашим, где во Христе, потому что он человека вводит в вечность, где нет времени, и где уже каждый человек находит себя во Христе, если только он нашел себя во Христе в этой жизни. Это и есть тень будущего. Никто да не обольщает вас самовольным смирномудрием. Видите, очень важные тоже слова. Самовольное смирномудрие. То есть это такое смирномудрие, которое без заповеди Божьей, которое не по заповеди Божьей, и без покаяния. Такое лицемерное смирномудрие. «И служением ангелов вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмиваясь плотским своим умом, и не держась главы, от которой все тело». То есть составами и связями будучи соединяемого и скрепляемого растет возрастом Божьим. То есть он говорит, что такие самовольные смирения, они ни к чему не приводящие, как шатающиеся здания. И никакого строительства здесь нет. «Итак, если вы со Христом умерли для стихий мира, то для чего вы, как живущие в мире, держитесь постановлений, не прикасаясь, не вкушая, не дотрагиваясь?» Все говорит. «Прежнее прошло, теперь все новое». «Кто во Христе тут новое творение?» И он обличает здесь иудеев, что они держатся этих преданий, в большей степени там даже связанных с их суевериями, которые, снова повторено, обличают и в Евангелии от Марка, и в Евангелии от Матфея, 15-3, 15-3 стих, где они держались, эти предания человечества, омовения, кружек, чашек, котлов, скамеетов, и много чего, как говорит Спаситель, они привыкли держаться. То, что даже и Бог им не заповедовал. Поэтому постел Павел обличает, говорит, все, перестаньте вы уже держаться этих постановлений, что все истлевает от употребления по заповедям и учениям человеческому. Это имеет только вид мудрости, говорит, что эти внешние все их предписания, только вид, в самовольном служении, смиренно-мудре и изнурении тела, в котором небрежений о насыщении, в некотором небрежении о насыщении плоти. То есть, видим, что апостол предостерегает здесь, в этой главе, как еленов и философов, которые вошли в Церковь Божию, что они все так же и предлагали держаться каких-то своих правил и своих мировоззрений, точно так же и иудеев, которые привыкли к своему ветхозаветному закону. Поэтому всякий человек христианин, который вошел в Церковь Божия, он должен отвергнуться этого чего? Ну, для современного человека. Эволюционного этого самого подхода, который так застрял в головах некоторых христиан, что они до сих пор верят в эти эволюции, что это все как-то там миллионы лет, миллиарды лет все это происходило. Блаженный Феодорид об этом пишет, что хватит уже баснословить о том, что говорил Платон, что нашему там веку миллиарды лет. Это еще тогда, в древние века уже обличались эти все философские разные предположения. Или там Аристотель говорил о том, что там миллионы лет. Есть его цитата, ее можно привести. Он говорит, может быть, я ошибаюсь, но на сто лет, на двести. А сейчас он говорит пять тысяч там в его время это был пять тысяч триста там какой-то двадцать шестой по-моему год от сотворения мира. А сейчас семь тысяч пятьсот тридцатый год от сотворения мира. Поэтому очень многие не могут расстаться с этим с этими философскими измышлениями ничего общего не имеющие из библейской хронологии исчисления летоисчисления. И другим он обращается, те, которые привыкли каким-то своим ритуальным различным измышлением. И это они втаскивают в церковь. Многие люди приходя в церковь, еще только совсем недавно пройдя, скажем, оглашение, крестившись, они уже приходят и не приходят не смиряться в церковь, а всех смирять. Они считают, что в церковь нужно с этим неоднократно встречаться. Что-то новое надо ввести, здесь надо что-то переделать, а вот здесь надо перестроить. Да зачем такие службы длинные, можно и полчасика, а вот главное там вот это и вот это, то есть везде давать указания. И хочется сказать таким людям, не лучше ли почитать апостолу Павла, который от этого подостерегает и говорит, стойте, подождите, во кресте надо найти, да, найтись и узнать сначала то, о чем учит церковь, вникнуть, как об этом апостол Павел и пишет в другом послании. Помните ведь, часто напоминают слова, вникая в себя и в учение, занимаясь им постоянно, так себя спасешь и слушающих тебя. Прислушаемся к словам апостола Павла. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok